Редактор Николай Иванович Бухарин, который тогда еще оставался членом Политбюро ЦК, опубликовал свою программную статью «Заметки экономиста» к началу нового хозяйственного года, которая стала, по сути дела, продолжением прежней дискуссии по проблемам темпов и источников социалистической индустриализации. Возвращаясь к главным положениям прошедшей внутрипартийной дискуссии по данному вопросу, но уже в принципе не отрицая необходимости более высоких темпов индустриального развития страны, главный идеолог партии вновь обратил внимание на целый ряд ключевых моментов, в частности на то, что, во-первых, перекачка средств из крестьянских хозяйств не сможет обеспечить максимальных темпов роста промышленности, производства, во-вторых, основным источником накопления должна стать новая финансово-кредитная политика, а не форсированный курс на создание крупных коллективных хозяйств, то есть колхозов, и в-третьих, что процесс создания крупных коллективных хозяйств должен проводиться на базе агротехнического прогресса, а не чисто административных методов принуждения и насилия. Безусловно, новая статья Николая Бухарина стала серьезной заявкой на сохранение бухаринской модификации новой экономической политики, однако было бы не лишним напомнить о том, что Первое. Именно Николай Бухарин еще в феврале 1927 года на пленуме ЦК полностью поддержал серьезные изменения той самой финансово-кредитной политики, которую санкционировал его ближайший соратник, председатель СНК и СТО СССР Алексей Иванович Рыков, подписав в июле 1926 года декрет о снижении закупочных цен на зерно и установление сверхналога на Непманов и Кулаков. А ведь именно эти рыночные, ну понятно в кавычках, меры, как верно подметил известный английский историк Александр Ноов, и стали детонатором того хлебодзактовительного кризиса зимы 1927-1928 годов, который, собственно говоря, и привел к чрезвычайным мерам и началу политики Большого Скачка. Второе. По справедливому мнению многих современных ученых, в частности Бордюкова, Козлова, Жукова, Емельянова и других, к моменту возникновения закатовительного кризиса зимы 1927-1928 годов, никто из тогдашних членов высшего партийно-государственного руководства не возражал против так называемой перекачки средств из аграрного производства в промышленный сектор экономики страны. Дискуссионным тогда оставался лишь вопрос о формах и пределах этой перекачки, но не более того. Бухаринская группировка, как известно, полагала, что более существенные средства для индустриального развития страны дадут единоличные крестьянские хозяйства, которые необходимо всячески оберегать, поддерживать и поднимать. А сталинская группировка, уже тогда взявшая курс на создание крупных коллективных хозяйств, была напротив убеждена, что только колхозы и совхозы смогут решить главную экономическую задачу страны преодолеть стадиальное отставание промышленного производства СССР от экономически передовых западных держав. Ну и наконец третье. Более того, те же историки справедливо упрекают руководство страны и прежде всего самого Николая Ивановича Бухарина в том, что именно оно упустило реальную возможность органически соединить задачи индустриального развития страны с развитием производственных форм кооперации. А ведь именно Николай Бухарин еще в апреле 1925 года, достаточно жестко полемизируясь тем же Юрием Залминовичем Лариным, Лурье, выступавшим за развитие различных форм производственной кооперации, однозначно заявлял, что колхозы не являются столбовой дорогой, ведущей к социализму. Но вот в результате этой целенаправленной партийной политики произошло по сути дела осереднячивание советской деревни, где вместо прежних 16 миллионов крепких крестьянских хозяйств возникло порядка 25-26 миллионов единоличных середняцких хозяйств, которые теперь давали около 85% всех валовых сборов зерна и только 20% товарного зерна, то есть того зерна, которое шло не на потребление, а на внутренний и внешний рынок. А львиную долю вот того самого товарного зерна, более 60% поступавшего на внешний и внутренний рынок, по-прежнему производили так называемые кулацкие крестьянские хозяйства, численность которых тогда не превышала 4% от общего количества всех единоличных крестьянских хозяйств. Вот именно эти кулацкие хозяйства во многом и провоцировали все заготовительные кризисы, которые стали и причиной, и одновременно поводом для перехода к чрезвычайным мерам, которые, по сути дела, и похоронили НЭП. Теперь бы я хотел немного остановиться на первом этапе политики коллективизации советской деревни, который пришелся на 1928-1930 года. Ну, вполне логическим и совершенно оправданным продолжением курса на индустриализацию базовых отраслей промышленного производства страны стал так называемый курс на сплошную коллективизацию единоличных крестьянских хозяйств, который был провозглашен в июне 1929 года. Ну, вот провозглашение этого нового курса в аграрной политике было связано с тем, что за истекшие десятилетия в стране было создано всего 57 тысяч коллективных аграрных хозяйств, которые объединяли чуть более 3,5% всех единоличных крестьянских подворьей. Надо сказать, что в либеральной публицистике и в ряде исторических работ, в частности, того же Шмелева, Лацеса, Данилова, Файна и других, существует не вполне оправданное представление о поступательном развитии мелкотоварного крестьянского хозяйства во второй половине 20-х годов. На самом деле, и этот факт совершенно бесспорно подтвержден в работе целого ряда зарубежных советских и современных историков, в частности, тех же профессоров Нового, Рогалиной, Гориного, Жукова и других, во второй половине 1920-х годов наблюдалась устойчивая стагнация сельскохозяйственного производства во всех регионах страны, прежде всего в хлебопроизводящих. Чтобы прекратить процесс дальнейшей деградации советской патриархальной деревни и положить конец перманентным хлебозаготовительным кризисам, Иосиф Виссарионович Сталин и его ближайшее окружение считали необходимым в кратчайшие сроки обобществить все средства производства и поставить советскую единоличную деревню под жесткий административный контроль. Также несостоятельно утверждение данных авторов и о поступательном развитии различных форм кооперации, которые ставили под сомнение необходимость проведения сплошной коллективизации в советской единоличной деревне в обозримой исторической перспективе. Однако в реальности дело обстояло куда более плачевно. Многие современные ученые, в частности Кабанов, Бордюков, Козлов, справедливо пишут о том, что Во-первых, в Советской России и в других союзных республиках практически вся крестьянская кооперация являла собой неуклюжий механизм полугосударственного типа, который, отягощенный грузом собственных противоречий, находился в состоянии полного разложения и упадка. По сути дела, само государство полностью определяло заготовительные и продажные цены кооперативных хозяйств на сырье и готовую продукцию, нормы их капиталовложений, накладных расходов и других важнейших элементов так называемых рыночных отношений, что полностью противоречило хозрасчетным основам самой кооперации. Такой пологосударственный гибрид уже ни на что не был способен, а новая реорганизация кооперации в тех исторических условиях была просто невозможна. Во-вторых, если в царской России основным видом кооперативного движения была кредитная кооперация, то в условиях советской власти основной упор был сделан на развитие потребительской кооперации, которая представляла собой, конечно, более низкую ступень кооперативного движения, не способную решать серьезных задач аграрного развития страны. Но теоретическим обоснованием нового партийного курса на ускоренные темпы коллективизации стала знаменитая сталинская статья «Год Великого Перелома», опубликованная в «Правде» 7 ноября 1929 года. В этой отчетливо политико-пропагандистской статье, сознательно приукрашивая истинное положение вещей, Иосиф Виссарионович Сталин заявил, что в колхозы пошел середняк, а значит в социалистическом преобразовании деревни одержана первая решающая победа. Конечно, на самом деле, по данным многих историков, того же Данилова, Ивницкого и других, к моменту выхода этой статьи, во всех трех типах коллективных хозяйств, то есть ТОЗах, это товариство по обработке земли, коммунах и артелях, состояло не более 6-7 крестьянских, в основном бедняцких, безлошадных хозяйств. Однако, следует сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, ну, того же профессора Кабанова, первый значительный поворот высшего партийно-государственного руководства страны в сторону создания коллективных хозяйств произошел не в 1929 году, а еще в 1925 году, когда правительство приняло ряд важных постановлений, в том числе о совхозах и о мероприятиях по укреплению экономического положения советских хозяйств, в которых всем совхозам отводилась ведущая роль в реконструкции сельского хозяйства страны и переводе мелких крестьянских единоличных хозяйств на рельсы крупного промышленного аграрного земледелия. Затем в 1927-1928 годах были приняты новые постановления ЦИК и СНК СССР, в том числе о коллективных хозяйствах, о советских хозяйствах и об общих началах землепользования и землеустройства, которые фактически означали подготовку к массовой коллективизации. Более того, решение Политбюро ЦК ВКПБ в ноябре 1928 года в советской деревне началось создание тысяч машино-тракторных станций, знаменитых МТС, которые должны были зримо показать все преимущества коллективного ведения хозяйства на селе. Таким образом, великий перелом 1929 года возник, конечно, не на пустом месте, а стал логическим завершением всего предшествующего развития аграрного сектора страны. В ноябре 1929 года состоялся очередной пленум ЦК ВКПБ, на котором уже обсуждались конкретные сроки коллективизации крестьянских хозяйств в различных регионах страны. В дискуссии по данному вопросу приняли участие и лидеры правого блока, которые, выступив с покаянным письмом, полностью раскаялись в своих прежних заблуждениях и признали правоту генеральной линии партии направленной на строительство основ социализма в стране. Однако это запоздалое покаяние не спасло главного идеолога и вождя правых уклонистов Николая Ивановича Бухарина от политической кары и решением пленума ЦК он был выведен из состава полюсбюро. Надо сказать, что в годы Горбачевской перестройки и в постсоветский период подавляющее большинство историков различных политических убеждений и взглядов, в том числе Горелов, Медведев, Бордюков, Козлов, Данилов, Верт и другие сокрушались по поводу незавидной политической судьбы любимца всей партии и ее крупнейшего и ценнейшего теоретика. И лишь немногие ученые, в частности Стивен Коэн и Юрий Емельянов, обратили внимание на то принципиально важное обстоятельство, что именно Николай Бухарин и его ученики в 1925-1929 годах обладали практически полной монополией на весь идеологический, агитационный и пропагандистский партийный аппарат всех уровней. Ни один член политбюро ЦК не мог похвастаться ни своей собственной научной школой, состоящей из выпускников Института Красной Профессуры, ни тем, что он и все его птенцы, а именно Александр Николаевич Слепков, Дмитрий Петрович Морецкий, Алексей Иванович Стецкий, Александр Юльевич Эйхенвальд, Дмитрий Петрович Розет, Ефим Исакович Гольденберг, Ефим Викторович Цейтлин и другие новоявленные теоретики большевизма возглавляли газеты «Правда», журнал «Большевик», «Комсомольскую правду», «Ленинградскую правду», «Московскую промышленную академию», «Академию коммунистического образования», «Институт Красной Профессуры», «Коммунистическую академию» имени Якова Свердлова и многие центральные органы печати и высшие учебные заведения страны. Поэтому поражение Николая Бухарина в борьбе с Иосифом Виссарионовичем Сталином вряд ли можно трактовать как смерть невинного младенца от рук кровожадного злодея. Видимо, это поражение в схватке за власть было связано с куда более серьезными причинами объективного порядка, нежели это представляется нынешним панедиристом и апологетом Николая Бухарина. Ведь ряд современных авторов, тот же профессор Емельянов, совершенно правы, когда предположили, что в случае победы Николая Ивановича Бухарина культ его личности при существовании такого мощного пропагандистского потенциала, каким обладали его выдвиженцы и ученики, установился бы значительно быстрее и жестче, чем это случилось на практике с культом Иосифа Виссарионовича Сталина. Что касается личности самого Николая Ивановича Бухарина, то, как верно заметили ряд современных авторов, тот же Симонов и Соколов, до сих пор остается загадкой его трансформация из главного идеолога военного коммунизма в главного сторонника НЭПовской модели развития или, так сказать, библейское обращение Савлов Павла. Но, возможно, это было связано с его неустойчивой психикой и слишком импульсивным характером, которым были присущи постоянная склонность к различным крайностям, превращавшим Николая Бухарина то в лидера левых коммунистов, то в лидера правых уклонистов, которые, в общем-то, не выходили за рамки ортодоксального марксизма. Но вот после завершения работы этого пленума ЦК была создана комиссия полюсбюро во главе с Вячеславом Михайловичем Молотовым, которой было поручено разработать в кратчайшие сроки поквартальный план проведения коллективизации во всех регионах страны. На основе выводов и предложений этой комиссии уже 5 января 1930 года было принято постановление ЦК в ВКПБ о темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Однако в данном постановлении и без того довольно сжатые сроки коллективизации от 2 до 4 лет предложенной комиссии Молотова по личному указанию Иосифа Виссарионовича Сталина были еще более ужесточены. В частности, зернопроизводящие районы страны должны были закончить сплошную коллективизацию уже к осени 1930 года, а остальные регионы страны к осени 1932 года. Спустя 3 недели, 30 января 1930 года, вышло еще одно постановление ЦК в ВКПБ о мероприятиях по ликвидации кулатских хозяйств в районах сплошной коллективизации, во исполнении которого во всех зернопроизводящих регионах страны, а именно на Украине, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Центрально-Черноземном районе и на Северном Кавказе, была отменена вся аренда земли, наложен запрет на применение наемного труда и дан старт политике тотальной конфискации средств и орудий производства всех кулатских хозяйств. Затем, 6 февраля 1930 года, в Центральной и местной партийной печати был опубликован примерный устав сельскохозяйственной артели, который являлась на тот момент самой распространенной формой крестьянских коллективных хозяйств. Однако из этого устава были вполне сознательно исключены все положения о степени обобществления крестьянских хозяйств, о порядке создания всех неделимых фондов и так далее. Но вот после выхода в свет данных постановления ЦК началась настоящая вакханалия социалистического переустройства села, которое сопровождалось массовым убоем скота и птицы, актами гражданского неповиновения и открытой вооруженной борьбой советского крестьянства против беспардонного производства местных властей. Тем не менее, по данным многих историков, тех же Данилова, Типцова, Зеленина, Ивницкого и других, уже к концу февраля 1930 года более 55% единоличных крестьянских хозяйств были объединены в колхозы. Тогда же, в феврале 1930 года, Николай Иванович Бухарин в своей очередной статье «Великая реконструкция», пытаясь подвести очередную теоретическую базу под политику большого скачка, оценил происходивший в советской деревне крутой поворот как особую форму внутриформационного скачка. В частности, в этой работе любимец всей партии, а на самом деле обыкновенный схоласт, полностью противореча своим же установкам полуторалетней давности, неожиданно заявил, что перевод сельского хозяйства страны на социалистические рельсы не может пройти по классическим формулам разных педантов. Сначала техническая революция, а затем перестройка производственных отношений. По его твердому убеждению, которое, как известно, он всегда менял от случаю к случаю, в Советском Союзе более уместен иной теоретический постулат. Сначала переделка старых производственных отношений, а затем техническая революция в сельском хозяйстве. Но вот эта работа крупнейшего и ценнейшего теоретика партии, не понимавшего вполне диалектики, как в свое время говорил Владимир Ильич Ленин, лишний раз красноречиво доказывает то бесспорное обстоятельство, что никакой бухаринской альтернативы в природе не существовало, поскольку сам Николай Иванович Бухарин не только всей душой признал правильность такого коренного переворота в советской деревне, но и вновь смоделировал очередной теоретический шедевр, понятно, что я это понятие «беру» в кавычке, под изобретенный им же внутриформационный скачок. Но вот столь стремительные темпы коллективизации и вызванные этим обстоятельством резкое обострение политической ситуации в стране заставили руководство партии принять экстренные меры. Уже 2 марта 1930 года в «Правде» была опубликована знаменитая сталинская статья «Гоблокружение от успехов», в которой генсек вполне обоснованно возложил всю ответственность за допущенные перегибы в колхозном строительстве на местных советских и партийных работников, справедливо обвинив их в авантюризме, разгильдяйстве и головотяпстве. Поэтому уже 14 марта 1930 года по его инициативе вышло новое постановление ЦК ВКПБ о борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении, в котором была подвергнута резкой критике практика создания бумажных колхозов и актов насилия против советского середняка. Те же оценки коллективизации, но в значительно более жесткой и конкретной форме, были изложены 2 апреля того же 1930 года в закрытом письме ЦК ВКПБ о задачах колхозного движения в связи с борьбой с искривлениями партийной линии, которое было адресовано всем местным партийным комитетом областного и районного уровня. Но вот по мнению ряда историков, в частности Зеленина и Горинова, авторы этого письма полностью признали, что в стране, по сути, началась новая крестьянская война против насильственных коллективизаций, партии и советской власти. Только в январе-марте 1930 года местные органы ОГПУ СССР, которые тогда, как известно, возглавлял Вячеслав Рудольевич Межинский, завиксировали более 2200 антиправительственных вооруженных мятежей, в которых приняло участие более 800 тысяч советских крестьян. Но вот реакция правящей партийной государственной верхушки на эти массовые выступления была стремительной и результативной. Началось резкое снижение темпов коллективизации и массовый выход крестьян из колхозов. В частности, по оценкам того же Данилова, Зеленина и Евницкого, уже к августу 1930 года в колхозах осталось порядка 22% всех крестьянских хозяйств. Тем не менее, именно в 1930 году был собран небывалый за многие годы урожай зерновых, более 23,5 миллионов тонн хлеба, что позволило Иосифу Сестреновичу Сталину сделать вывод о том, что на базе колхозов и совхозов страна впервые успешно решила многовековую зерновую проблему. Наконец, в июле 1930 года, как известно, прошел 16-й съезд ВКПБ, на котором политика большого скачка получила свое дальнейшее обоснование и развитие. В частности, сам Иосиф Вестеренович Сталин, который выступал с отчетным докладом ЦК, прямо заявил о необходимости резко увеличить плановые показатели развития базовых отраслей промышленного производства еще на 32%. Ну вот совершенно очевидно, что новое увеличение объемов промышленного производства заставило Генсека и его ближайшее окружение вновь обратить свои взоры на проблемы темпов и масштабов коллективизации. Поэтому уже в сентябре 1930 года ЦК ВКПБ направил всем рискомам, крайкомам и обкомам партии директивное письмо о коллективизации, в котором предложил местным партийным секретарям начать новый этап мощного подъема колхозного движения по всей стране. Ну вот с этого сентябрьского постановления ЦК, как правило, в советской и в российской историографии ведут отчет второго этапа коллективизации единоличных хозяйств, который обычно затируют 1930-1932 годами. Ну вот хорошо известно, что в декабре 1930 года состоялся очередной объединенный пленум ЦК и ЦКК, который, собственно говоря, и дал старт новому этапу сплошной коллективизации, основным содержанием которого стали, во-первых, дальнейшее обобщисление единоличных крестьянских хозяйств, и во-вторых, окончательная ликвидация кулачества как класса. В частности, заключительная резолюция пленума ЦК и ЦКК установила очередные жесткие контрольные цифры коллективизации крестьянских хозяйств для всех регионов страны на новый хозяйственный год. Значит, на Украине, в Северном Кавказе, в Нижнем и Среднем Поволжье степень обобщисления всех крестьянских хозяйств должна была составить не менее 80%, в Центральных областях России, на Урале, в Казахстане и в Сибири не менее 50% всех крестьянских хозяйств. Кроме того, решением пленума ЦК и ЦКК последний представитель правых уклонистов, председатель СНК и СТО СССР Алексей Иванович Рыков был выведен из состава политбюро ЦК и снят со всех своих постов. Этим же решением пленум утвердил новым главой советского правительства и председателем Совета обороны ближайшего сталинского соратника многолетнего секретаря ЦК ВКПБ Вячеслава Михайловича Молотова. Но вот во исполнение решений партийного пленума уже 23 декабря 1930 года в ЦИК и СНК СССР выпустили совместное постановление, в котором всем районным и поселковым советам было предписано самим устанавливать признаки кулацких хозяйств применительно к местным условиям. Но безусловно, что такая свобода действий на практике обернулась произволом местных властей и прежде всего в отношении середняцких хозяйств, многие из которых, как по мгновению волшебной палочки, превратились в хозяйство буржуазного, то есть кулацкого типа. Естественно, политика ликвидации кулачества являлась важнейшим фактором осуществления политики сплошной коллективизации при этом, как считает целый ряд историков, тот же Данилов, Зеленин, Ивницкий и так далее, проводилась она куда значительно жёстче и быстрее, чем создание новых коллективных хозяйств, во многом стимулируя сам этот процесс и экономически, и психологически. Но вот практически весь 1931 год прошёл под знаком политики ликвидации кулачества как класса. Для руководства этим процессом была создана специальная комиссия под руководством кандидатов, члены Политбюро ЦК, заместителя председателя СНК СССР Андрея Андреевича Андреева, которая только за этот, то есть 1931 год, раскулачила и выслал на поселение в отдалённые регионы страны порядка 265 тысяч крестьянских хозяйств. Всего же, по последним данным историков, в 1930-1931 годах было уничтожено порядка 390 тысяч кулацких хозяйств, а общие итоги раскулачивания за весь период коллективизации по разным оценкам составили от 1 миллиона 100 тысяч крестьянских дворов, ну вот такую оценку дают Данилов, Зеленин и Евницкий, до 5 миллионов крестьянских дворов, дают Тихонов, Тепцов и другие историки и экономисты. При этом мы хотим особо подчеркнуть, что если подсчёты Данилова, Зеленина и других авторитетных историков носят более-менее объективный характер, поскольку они основаны на реальном анализе исторических фактов и документальных источников, то научная прислуга российской демократии в лице того же Тихонова, Тепцова и других учёных-мужей черпают свои псевдонаучные открытия прямо, скажем, с потолка, преследуя сугубо политическую цель, в частности, вылить как можно больше помоев на сталинский тоталитарный режим. А я напомню, что вот эти цифры, они впервые появились именно в период Горбачёвской перестройки, и хорошо известно, что вот эти господа, они входили в ближайшее окружение известного архитектора Горбачёвской перестройки господина Яковлева. Между тем, по данным известного российского историка, профессора Виктора Николаевича Земского, который на богатом архивном материале в течение многих лет предельно скрупулёзно исследовал этот довольно спекулятивный вопрос и написал две фундаментальных монографии, это спецпереселенцы в СССР 1930-1960 год, и Сталин, и народ, почему не было восстания. Так вот, в 1930-31 году в так называемую Кулацкую ссылку было направлено немногим более 1 миллиона 800 тысяч крестьян. Однако уже в начале 1932 года, с учётом умерших, сбежавших и освобождённых по причине реабилитации, на спецпоселения осталось всего около 1 миллиона 300 тысяч бывших кулаков и членов их семей. Понятно, что ни о каком массовом выселении многомиллионного российского крестьянства речи не шло. Ну вот, новый подъём колхозного движения едва дотянул до конца 1931 года, а уже в январе 1932 года в своей записке о колхозном строительстве руководитель колхоз-центра СССР Григорий Наумович Каминский с тревогой информировал ЦК ВКПБ о спаде коллективизации в большинстве районов страны, особенно в зерновых районах РСФСР. В частности, по оценкам тех же историков, то есть Данилова, Ивницкого, Зеленова и других, только в первой половине 1932 года в РСФСР колхоз покинуло почти полтора миллиона крестьянских хозяйств, а начиная со второй половины 1932 года явно обозначился новый подъём крестьянской антиколхозной войны. Но вот в этой критической ситуации высшее руководство страны вынуждено было прибегнуть к новому компромиссу с советским крестьянством, который прошёл два этапа. Значит, на первом этапе в марте 1932 года ЦК ВКПБ принял постановление о принудительном обобществлении скота, в котором резко осудил широко укоренившуюся практику принудительного и тотального отбора у колхозников всего крупного и мелкого рогатого скота и домашней птицы. И второе. В мае 1932 года вышли два совместных постановления ЦК ВКПБ и СНК СССР о плане хлебозаготовок и развертывания колхозной торговли хлебом и о плане скотозаготовок и о мясной торговле колхозников и единоречных трудящихся крестьян в соответствии с которыми во-первых, для всех коллективных хозяйств были существенно сокращены объемы государственных поставок по мясу на 700 тысяч тонн и по зерну на 1 миллион 600 тысяч тонн. Во-вторых, после выполнения государственного плана заготовок по мясу и зерну всем колхозам была разрешена реализация излишков их продукции в свободной торговле по рыночным ценам. И в-третьих, с торговых операций колхозников и единоречных крестьян были отменены все республиканские и местные налоги и сборы. Однако, этот компромисс не дал желаемого результата и в условиях провального хода заказовительной кампании летом 1932 года сталинское руководство прибегает к традиционным способам убеждения. Значит, уже 7 августа 1932 года ЦИК СССР принимает знаменитый закон об охране социалистической собственности, который обычно называют закон о трех калашках, в соответствии с которым за хищение колхозного имущества устанавливались длительные сроки заключения вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела. Далее, в октябре 1932 года по решению Политбюро ЦК были созданы чрезвычайные комиссии под руководством Вячеслава Михайловича Молотова, Лазаря Моисеевича Кагановича, Филиппа Ивановича Голощокина и Павла Петровича Постышева, которые предприняли целый комплекс репрессивных мер как по отношению колхозов, так и в отношении крестьян-единоличников, которые были уличены в злостном саботаже государственного плана хлебозакотовок. Ну, также в этот период формируется, окончательно формируется и новая административно-командная система управления всем аграрно-промышленным комплексом страны. Уже в июле-октябре 1932 года наряду с давно существовавшим наркоматом земледедии СССР, который возглавлял Яков Александрович Яковлев Эпштейн, создаются две новые управленческие структуры общесоюзного масштаба. Это наркомат заготовок СССР и наркомат зерновых и животноводческих совхозов СССР, которые соответственно возглавили Израиль Михайлович Клейнер и Тихон Александрович Юркин. Ну, вот как считает ряд историков главным образом либерального толка, в частности, тот же Данилов, Зеленин, Кондрашев, Евницкий, Фицпатрик и другие, создавших целую теорию искусственного голода, который был якобы сознательно организован Иосифом Сталином. Второй этап сплошной коллективизации, массовое раскулачивание крестьянских хозяйств и политика чрезвычайных комиссий в зернопроизводящих районах страны имели катастрофические последствия для населения СССР. Во второй половине 1932-го, начале 1933-го годов различные регионы страны, в частности, Северный Кавказ, Поволжи, Казахстан и Украину охватил жуткий голодомор, который по разным оценкам унес от 3 до 5 миллионов человек. В то же время вряд ли можно согласиться с совершенно бредовым утверждением ряда западных советолов, в частности, небезвестного господина Конквиста, о том, что жертвами этого голодомора стали 14 миллионов советских крестьян. При этом все сторонники вот этой антисталинской теории голодоморы всячески утверждают, что несомненным является и тот факт, что именно голодомор на территории всей страны, а не только на Украине, положил конец крестьянской войне, размах которой якобы реально угрожал сталинскому режиму. Но между тем, на территории современной Украины тема голодомора уже давно приобрела не просто крайне болезненный, но и откровенно русофобский характер, и большинство современных сведомых украинских политиков, историков и политологов националистического толка, в том числе Ющенко, Кульчицкий, Стадник, Ветрович и другие до сих пор пытаются всячески доказать, что голодомор 1932-1933 годов был заранее спланированной акцией, организованной лично Иосифом Сталином и его ближайшим окружением с целью геноцида украинского народа. Однако эти откровенно лживые сугубо политизированные мифы были полностью разоблачены в работах многих российских, да и самих украинских ученых и публицистов, в том числе в статьях и книгах Корнилова, Мартиросяна, Ткаченко, Прудникова и других. Но вот в постсоветский период появилось немало научных работ, в частности Нефедова, Певнера и других, авторы которых пытаются несколько по-иному объяснить причины массового голода 1932-1933 годов. В частности они считают, что в условиях так называемой итальянской забастовки, когда новоиспеченные колхозники просто не желали убирать созревший урожай, ну якобы с чужих колхозных полей, произошло массовое осыпание перезрелых хлебов, в результате чего около 20-25 процентов всего урожая осталось на полях и было уничтожено во время так называемой мышиной напасти, когда прожорливые грызуны уничтожили все зерно, оставшееся на полях вместе с соломой. Вместе с тем в последнее время появился довольно оригинальная, но главное вполне аргументированная версия ряда публицистов, в частности Кунгурова и Мухина, которые установили, что массовая гибель людей во время этого голодомора, особенно на Украине, стало следствием элементарной необразованности и ментальности самих сельских жителей, особенно малороссийских хуторов и сел, которые стали массово травиться зараженным зерном. Дело в том, что по оценкам специалистов того же Сергеева, урожай 1932 года был в целом даже очень неплохим и составил порядка 70 миллионов тонн зерна. Причем, если в 1931 году экспорт зерна составил порядка 5 миллионов тонн, то в 1932 году он составил чуть более 1 миллиона 700 тысяч тонн, а в 1933 году и того меньше всего полтора миллиона тонн. Однако, значительная часть этого урожая, который уже собрали не единоличные крестьянские хозяйства, а колхозы и совхозы, была просто разворована самими колхозниками, куркулями, которые, опасаясь быть привлеченными за кражу зерна к уголовной ответственности, в том числе вот по этому знаменитому закону о трех колосках от августа 1932 года, стали массово закапывать ворованное зерно в самодельные хлебные ямы. Вот именно в таких земляных необожженных глиной зерновых хранилищах оно быстро заразилось смертельно токсичными микрогрибами, что и вызвало у потребителей этого зерна алиментарно токсическую алейтию, которая тогда получила название септической ангины. Но вот когда эпидемия этого страшного заболевания приняла катастрофический характер, то по указанию властей на борьбу с хлебными ямами и были брошены органы НКВД, которые безжалостно изжгли, чтобы остановить масштаб этой эпидемии и массовую гибель людей, особенно на Украине. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в работах того же Данилова, Селунской, Рогалина и других, традиционно утверждалось, что в годы сплошной коллективизации был полностью реализован ленинский кооперативный план, который позволил в кратчайшие сроки провести социалистические преобразования в деревне и создать в Советском Союзе вполне жизнеспособный колхозно-совхозный строй, полностью доказавший свои экономические преимущества в годы Великой Отечественной войны. Однако в современной исторической науке существуют совершенно разные оценки итогов политики сплошной коллективизации. Ну, в частности, по мнению многих крупных историков и экономистов того же Карамурзы, Кабанова, Катасонова, Емельянова, Жукова, Горинова и других, коллективизация сельского хозяйства имела как минимум четыре основные задачи, которые были с успехом решены. Это, во-первых, осуществление коренных социалистических преобразований в деревне на базе максимального обопчисления основных средств и орудий производства. Во-вторых, это кардинальное решение продовольственной и сырьевой проблем, что позволило в кратчайшие сроки создать жизнеспособную систему внутреннего потребления в стране и получить мощные экспортные ресурсы, столь необходимые для закупки дефицитного сырья и промышленного оборудования за рубежом. В-третьих, это ликвидация затянувшейся до бесконечности проблемы землеустройства единоличных или индивидуальных крестьянских хозяйств и решения проблем, связанных с аграрным перенаселением центральных районов страны. Ну и в-четвертых, это обеспечение строительства тысяч крупнейших промышленных предприятий и иных государственных объектов оборонного значения дешевой рабочей силы в лице вот вчерашних крестьян. Ну и кроме того, не следует забывать, что именно в годы первой пятилетки было создано 210 тысяч шкалхозов, 4 тысячи совхозов и почти 2450 машино-тракторных станций, а на село было поставлено более 100 тысяч тракторов и почти 14 тысяч хлебоуборочных комбайнов. Таким образом, в результате проведения политики сплошной коллективизации была создана целостная система перекачки финансовых, материальных и трудовых ресурсов из аграрного в индустриальный сектор экономики страны, но главный результат политики сплошной коллективизации состоял все же в другом. Во-первых, был осуществлен настоящий индустриальный прорыв, в результате которого по абсолютным объемам промышленного производства Советский Союз вышел на второе место в мире после США. Во-вторых, было наконец преодолено качественное стадиальное отставание советской индустрии от передовых стран Европы и Америки и отныне Советский Союз стал одной из немногих стран мира, способных на собственных предприятиях производить любой вид промышленной продукции. Третьих, по мнению вышеуказанных ученых, которые мы во многом разделяем, беспощадный экзамен сталинской экономической модели и советской экономики, конечно, устроила Великая Отечественная война, которую наша страна, как известно, с честью выдержала. В то же время другие историки-экономисты, в основном это наши записные антисталинисты, либералы, тот же Данилов, Зеленин, Ивницкий, Хлебнюк и так далее, убеждены, что политика сплошной коллективизации, или как они ее именуют, революция сверху, стали одной из самых трагических страниц российской истории и имели предельно пагубные последствия для всего российского крестьянства и сельского хозяйства страны. Якобы разрушительные итоги этого социалистического, а вернее псевдо-социалистического эксперимента явились одной из наиболее преступных акций всей сталинской эпохи, поскольку, во-первых, есть все основания утверждать, что с завершением сплошной коллективизации в большинстве регионов страны отчетливо проявился кризис аграрного производства, для которого были характерны разрушения основных производительных сил деревни, полная дезорганизация и упадок аграрного производства и массовая гибель крестьянства в годы второй, ну как они называют, второй гражданской войны и массового голода 1932-1933 годов. Ну, во-вторых, по их мнению, задания первой пятилетки по развитию сельского хозяйства ни по одному из показателей выполнены не были, а политика большого скачка оказала крайне негативное влияние на развитие всего аграрного сектора страны, особенно жертвоводства, где, по их мнению, ситуация сложилась просто катастрофическая. Ну, вот, по данным этих историков, по итогам первой пятилетки поголовье крупного рогатого скота сократилось с 60 до 30 миллионов голов, свиней с 26 до 12 миллионов голов, овец с 97 до 33 миллионов голов и лошадей с 32 до 15 миллионов голов. Валовое производство жерна в этот же период сократилось с 75 76 миллионов тонн до 70 73 миллионов тонн, в то время как государственные заготовки зерна напротив значительно выросли с 10 11 миллионов тонн до 25 27 миллионов тонн. Ну и, наконец, в-третьих, по мнению вот этих вот ученых, либерального толка, наших записных антисталинистов, в годы проведения сплошной коллективизации более чем в три раза был перевыполнен план об обчисления индивидуальных крестьянских хозяйств и к началу 1933 года в колхозах и совхозах страны состояло уже более 63% всех крестьянских единоричных хозяйств. Между тем, надо сказать, что многие оппоненты наших записных антисталинистов, тот же Юрий Николаевич Жуков, Юрий Васильевич Емельянов, Сергей Григорьевич Карамурзан и другие справедливо сомневаются в достоверности всех этих цифр, которые не подтверждаются ни статистическими данными, ни документальными источниками и во многом взяты просто с потолка именно тогда, когда высшая политическая власть в лице того же господина Яковлева и компании, а затем и в лице разного рода грандоедов зарубежных фондов типа фонда Сороса поставила главную политическую задачу мочить сталинизм. Ну и в конце я хотел немного остановиться на третьем этапе политики коллективизации в годы второй пятилетки, которая обычно датирует 1933-1937 годами. Значит, в январе-мая 1933 года начался новый этап колхозного строительства, который, по мнению многих историков, того же Данилова, Боффа, Верта, Годинова и других, ознаменовался существом смягчением политического курса и прекращением так называемых репрессий против советского крестьянства. В частности, в мае 1933 года за подпись имени Иосифа Виссарионовича Сталина и Вячеслава Михайловича Молотова в районные облашные комитеты ВКПБ была разошлана секретная директива, в которой было заявлено о том, что в новой благоприятной обстановке возникла реальная возможность прекратить применение острых форм репрессий и массовых выселений кулатских элементов в отдаленные районы страны. Хотя, следует сказать, что далеко не все современные авторы, в частности, тот же профессор Зеленин, разделяют эту точку зрения и утверждают, что существование в 1933-1934 годах знаменитых политотделов при МТС, которые окончательно завершили чистку советской деревни от классово-чуждых элементов, не дает оснований говорить о каком-то особом периоде колхозного Неонепа. В январе 1933-1934 годов выходит целый ряд совместных постановлений ЦК ВКПБ и Совета Народных Комиссаров СССР, в том числе об обязательных поставках зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами и о закупках хлеба потребительской кооперации, в соответствии с которыми первое были четко установлены сроки и объемы обязательных государственных поставок зерна и другой сельхоз продукции которые не могли превышать 1-3 валового сбора всей аграрной продукции произведенных в рамках одного единоличного хозяйства при этом и крестьяне и колхозники были обязаны строго выполнять все поставки государства а местным органам партийной и советской власти в категорической форме было запрещено нарушать или повышать объемы данных поставок в государственный резервный фонд второе закупочные цены на излишки зерна и другой сельхоз продукции реализация которых могла осуществляться через органы потреб кооперации должны были превышать заготовительные цены на 20-25 процентов а все хозяйства сдавшие свою сельхоз продукцию по твердым государственным расценкам получали право на льготное кредитование и приобретение необходимой им промышленной продукции по существенно заниженным и твердым государственным ценам однако на практике эти постановления партии правительства подверглись серьезной деформации а сами объемы валовых сборов зерна продолжали к сожалению снижаться в этой ситуации в августе 1934 года Иосиф Виссарионович Сталин и Вячеслав Михайлович Молотов подписали новую директиву руководителям всех республик краев и областей об изменении порядка проведения закупок аграрной продукции согласно которой все колхозы выполнившие планы обязательных поставок государству и натур оплаты МТС за обработку колхозной земли обязаны были создать так называемый дополнительный фонд для выполнения плана закупок зерна и другой сельхозпродукции таким образом закупки превратились в обязательные планы сдачи дополнительной сельхозпродукции в государственный закупочный фонд вот все эти меры привели к тому что уже в 1934 году впервые в истории советской деревни план хлебозаготовок был выполнен не только по всей стране но и по каждой республике краю и области в рекордно короткие сроки то есть уже к началу декабря текущего года при этом значительную роль выполнение государственного плана заготовок сыграли и закупки зерна удельный вес которых в общем объеме хлебозаготовок составил около 15 процентов и вырос всего за год с 400 тысяч тонн до 3,5 миллионов тонн в результате уже в ноябре 1934 года пленум ЦК ВКПБ принял решение об отмене карточной системы в городах а также о созыве второго всероссийского съезда колхозников для обсуждения и принятия нового колхозного устава в феврале 1935 года состоялся второй всесоюзный съезд колхозников который обсудил и принял знаменитый примерный устав сельскохозяйственной артели разработанной рабочей комиссии во главе с заведующим сельхозотделом ЦК ВКПБ Яковом Аркадьевичем Яковлевым этот примерный устав утвержденный совместным постановлением ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР 17 февраля 1935 года первое четко определил размеры личного подсобного хозяйства всех колхозников то есть перечень и назначение его построек количество крупного и мелкого рогатого скота и домашней птицы второе закрепил так называемый остаточный принцип распределения колхозной продукции по трудодням которые являлись единственной формой оплаты труда колхозников за их тяжелый труд иными словами колхозник мог рассчитывать на получение своей натуральной а не денежной я напомню тогда они не получали зарплату только в после выполнения его колхозом во-первых обязательных поставок государства во-вторых засыпки семенного фуражного и страхового фондов и в-третьих создание фонда государственных закупок зерна и другой сельхозпродукции тем не менее принятие вот этого примерного устава сельскохозяйственной артели сыграло очень положительную роль в поиске долгожданного компромисса между политическим руководством страны и многомиллионным советским крестьянством по данным современных историков того же Машкова Горинова и других уже в 1937 году в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства страны удельный вес приусадебных хозяйств советских колхозников составил по мясу и молоку 71% по плоду овощной продукции 56% по картофелю и овощам 52% и так далее по данным официальной статистики к концу второй пятилетки в стране было создано уже почти 244 тысячи колхозов то есть коллективных крестьянских хозяйств артельного типа которые объединили более 93% всех единоличных крестьянских подворий это примерно 18,5 миллионов крестьянских хозяйств в начале третьей пятилетки положение в аграрном секторе страны существенно стабилизировалось а само сельскохозяйственное производство приобрело устойчивую тенденцию к своему росту хотя конечно оно еще существенно сдерживалось серьезным перераспределением основных государственных ресурсов на оборонные отрасли промышленного производства если накануне революции сверху в стране ежегодно производилось порядка 72-73 миллионов тонн зерна более 5 миллионов тонн мяса и свыше 30 миллионов молока то уже в 1938 1940 годах производства зерна выросло до 80 миллионов тонн мясо до 6 миллионов тонн а молока аж до 70 миллионов тонн причем если в конце 1920 годов этот объем продукции производили 50-55 миллионов единоличников то в предвоенные годы тот же объем продукции давали уже 30-35 миллионов колхозников и рабочих совхозов таким образом резкое повышение производительности труда в советской деревне в том числе за счет ее электрификации и поставок машино-тракторной станции и совхозы в 1933 в 1940 годах 570 в 570 годах